Добрый день уважаемые трейдеры вас приветствует компания winoption signals и сегодня у нас на рассмотрении стратегия для бинарных опционов airwolf tf данная стратегия содержит в себе два индикатора один из которых является сигнальным и отмечает точки входа в сделку на графике в виде стрелочек а второй индикатор помогает фильтровать сигналы благодаря облаку напоминающему индикатор и шимоку также в качестве фильтра выступают локальные уровни поддержки и сопротивления также стоит отметить что данная стратегия является платной и цена ее начинается от 49 долларов но с нашего сайта для ознакомления ее можно скачать бесплатно эта стратегия включает в себя два индикатора индикатор airwolf индикатор кортеж как утверждает автор данных индикаторов построены они на трех алгоритмах которые основаны на динамическом ценовом канале и позволяют определять развороты рынка благодаря сигналам уровням и фильтрам но стоит отметить настройки первого индикатора и один из параметров здесь отвечает за стахастик а это значит что данный алгоритм уже не является уникальным и появляются сомнения существует ли другие два уникальных алгоритма вполне возможно что данный индикатор построен всего лишь на одном алгоритме и этот алгоритм индикатор стахастик несмотря на это рассмотрим параметры данного индикатора первая группа переменных отвечает за общие настройки а также алерты и благодаря переменной magic можно поместить несколько одинаковых индикаторов на один и тот же график а переменная history дает возможность отображать показания индикаторов на большом количестве баров далее идет настройка цветов стрелочек и также настройка самих сигналов и переменная per stochastic отвечает за частоту сигналов если к примеру поменять параметр на 1533 поменяются и сигналы в виде стрелочек но параметр 533 является оптимальным и поэтому лучше всего всегда использовать только его следующие параметры также могут повлиять на количество сигналов и это параметр ur stoch и distance и изменяя параметры ur stoch можно добиться точно такого же результата как и изменяя параметр per stochastic далее можно настроить фильтры по умолчанию фильтр выключены установлены сигналы только с текущего таймфрейма но если вы хотите получать сигналы с других графиков из этого списка то тогда вам необходимо выключить данный параметр и включить данный и после этого у вас будут появляться совсем другие сигналы но обратите внимание что данный фильтр и сигнал из других графиков нужно тестировать чтобы понимать стоит ли их вообще использовать все остальные настройки отвечают только за визуальную составляющую и остается еще один индикатор под названием кортеж в котором совсем мало настроек и в данном индикаторе можно настроить также число magic которая дает возможность поместить на один график несколько одинаковых индикатор для этого нужно просто поставить в каждом из индикаторов разное число magic также в данном индикаторе можно настроить отображение на количество баров и ширину и визуальные настройки теперь можно перейти к обсуждению правил торговли по данной стратегии самое первое что хочется сказать о данной стратегии это то что она является трендовой и именно поэтому необходимо понимать как работает тренд подробнее про тренд можно узнать из нашего видео ссылка на которое находится в правом верхнем углу возвращаясь к правилам торговли для покупки опционов нам необходимо следовать четырем основным правилам и для покупки опциона call необходимо чтобы облако было зеленого цвета после чего появился зеленый уровень поддержки после которого появилась зеленая стрелочка и также подвальный индикатор должен быть зеленого цвета помимо этого есть дополнительное не основное правило которое может увеличить шансы на положительный исход и оно заключается в том чтобы подвальный индикатор был выше нулевой линии и по итогу данный сигнал оказался полностью подходящим нам и совершать сделку стоит с экспирацией в 6 свечей от текущего таймфрейма для покупки опционов put используются точно такие же правила но наоборот и нам необходимо чтобы облако стало красного цвета после чего появился красный уровень сопротивления и сигнал рядом с ним и также подвальный индикатор должен быть красного цвета и дополнительным плюсом является то что в данном случае подвальный индикатор также находится и ниже нулевой линии экспирация не меняется и остается также 6 свечей от текущего таймфрейма в заключении как всегда хочется сказать о том что какую бы вы стратегию или индикатор не использовали всегда стоит придерживаться правил money management и risk management так как даже при последовательной серии убытков это поможет сохранить ваш депозит и также очень важным является тестирование любой стратегии или индикатора на демо счету что позволит понять его слабые сильные стороны а также понять сможет ли он принести прибыль если данное видео было для вас полезным то не забудьте поставить лайк а также подписаться на канал и нажмите на колокольчик установив настройках уведомления на все видео чтобы не пропустить обсуждение самых интересных тем с нашего сайта желаем удачной торговли